Сургут в рейтинге самоизоляции, который в онлайн режиме ведет портал Яндекс, занимает 39 место среди населенных пунктов с численностью менее полумиллиона человек. На два десятка позиций выше оказался Нижневартовск. Возглавляет список самых законопослушных город Железнодорожной Московской области. Улицы этого муниципалитета практически пусты. Хуже всех дела с самоизоляцией в Реутове и Котельниках. Это тоже Подмосковье. В Сургуте ситуация ухудшилась после выходных в воскресенье 5 апреля. Индекс самоизоляции составил 4,2 балла из 5 возможных, а уже на следующий день провалился до 3,1. Изменения заметили и в оперативном штабе, указав на увеличившийся автомобильный трафик. Связывает это с тем, что от властей поступили разъяснения по отраслям, которым разрешена трудовая деятельность и смягчение условий, которые позволили гражданам посещать крупные торговые центры. Мы, естественно, призываем все граждан по возможности пользоваться магазином у дома, но если гражданину крайне необходимо выехать в торговый центр, да, это не запрещается. Сургут оказался первым муниципалитетом Югры, чей оперативный штаб утвердил порядок нахождения граждан на улице при самоизоляции. Он определяется наличием справки и паспорта. Ранее была идея обязать горожан иметь при себе еще и выписку из приказа, но в итоге от этой мысли отказались, доверив принятие решения о выводе сотрудников работодателям. Сейчас на уровне региона решается вопрос об определении единого порядка нахождения граждан на улицах. Учитывая, что сейчас некоторые послабления введены, разрешается посещать торговые центры удаленные, мы понимаем, что достаточно взять с собой собаку, можно сказать, что ты идешь с ней гулять или едешь за кормом с ней. Мы, естественно, еще раз надеемся на самосознание граждан, на ту серьезность ситуации, которая сложилась и складывается, и мы видим, что пока нет улучшений ее. Поэтому, по крайней мере, членораздельное понимание или объяснение сотруднику полиции, почему ты на улице, а не дома, должно быть высказано гражданином.